Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет православный мультимедийный календарь «Седмица» с 1 по 7 марта 2021 года. Седмица Мясопустная В эти дни православная церковь чтит память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца, благоверного князя Ярослава Мудрого, совершает празднование Козельщанской иконы Божией Матери, отмечает Вселенскую Родительскую Субботу, неделю Мясопустную о Страшном Суде. Во вторник 2 марта православные христиане чествуют память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца. Он родился около 1530 года. Его служение началось в Казани приходским священником, где в 1579 году он стал свидетелем чудесного явления Казанской иконы Божией Матери. Бог благословил его взять в руки бесценный образ и торжественно с крестным ходом внести в храм. Вскоре священник принял иноческий пострих с наречением имени Ермоген. Святой стал настоятелем Казанского Спасопреображенского монастыря, а через несколько лет был возведен в сан митрополита Казанского и Астраханского. Проповедовал православие среди татар, составил службу в честь Казанской иконы Божией Матери. Его тропарь «Заступница Усердная» был написан в тяжелые дни смуты, когда в стране начались беспорядки, и народ просил помощи у единственной надежды и заступницы – Пресвятой Богородице. В июле 1606 года собором иерархов святитель Ермоген был возведен на патриарший престол. В то время часть государства оказалась во власти у дельных княжеств, а Москвой правил польский король Сигизмунд III. Бояре, принявшие польскую власть, требовали от патриарха обратиться к народу и признать короля. На это священномученик ответил отказом и открыто призвал народ встать на защиту Родины. По благословению патриарха из Казани была перенесена казанская икона Пресвятой Богородицы, которая стала главной святыней и защитой народного ополчения. За это святого Ермогена насильно свели с патриаршего престола и заключили под стражу в Чудовом монастыре. Более девяти месяцев он томился в заточении и 2 марта 1612 года мученически скончался от голода и жажды. Тело святителя было погребено в Чудовом монастыре и через 40 лет найдено нетленным. Мощи священномученика были перенесены в Успенский собор Московского Кремля и в 1913 году по решению Святейшего Синода патриарх Ермоген был причислен к лику святых. В пятницу 5 марта церковь празднует память святого благоверного князя Ярослава Мудрого во святом крещении Георгия. Он родился в 978 году и был сыном святого равноапостольного великого князя Владимира и полоцкой княжны Рогнеды. После смерти Владимира началась жестокая междоусобная борьба за Киевский престол. Старший сын святополк вероломно убил своих братьев Бориса и Глеба и ценой у крови стал великим князем Киевским. В ответ на это Ярослав, бывший в то время новгородским князем, после нескольких сражений нанес решающее поражение у войску брата святополка на реке Альте возле Переяслова. Благоверный князь за свое многолетнее правление утвердил на наших землях православную веру, принятую его отцом равноапостольным князем Владимиром. Создал первую библиотеку, построил множество храмов. Важнейший из них – храм Софии Киевской, возведенный в память о помощи Божией в победе над печенегами. Стараниями князя были открыты мощи святых страстотерпцев Бориса и Глеба. В их честь в Вышгороде был построен храм и установлен день памяти 2 августа. Князь Ярослав составил свод законов «Русская правда», который стал правовой основой жизни Киевской Руси. Перед блаженной кончиной он оставил завещание сыновьям, которое начиналось словами «Любите друг друга. Если будете жить в любви друг с другом, то Бог будет среди вас и покорит вам врагов ваших, и вы будете жить мирно. А если будете ненавидеть друг друга и ссориться, то погибните сами и погубите землю отцов своих и дедов, которую достали они трудом великим». Почитание благоверного князя Ярослава Мудрого как местночтимого подвижника благочестия началось сразу после его представления в 1054 году. Его имя было внесено в Месяцеслово Русской Православной Церкви в 2005 году. Своим молитвенным покровителем святого почитают государственные мужи, библиотекари, научные работники, учителя и студенты. 6 марта – Вселенская Мясопустная Родительская Суббота. В календаре Православной Церкви есть 7 дней особого поминовения усопших. Среди них выделяют две Родительские Субботы, в которые Церковь молится за всех усопших отцов и братьей по вере. Эти дни называются Вселенскими Родительскими Субботами. Такой чин богослужения совершается всего два раза в году. В субботу перед Неделями Сопустной или Неделей о Страшном Суде и в субботу перед Праздником Пятидесятницы. В Первую Родительскую Субботу православные христиане понемногу присоединяются к торжественному и покаянному настроению Великого Поста. «Поминай час смертный и вовеки не согрешишь», – говорили отцы Церкви. В этот день мы вспоминаем всех усопших православных христиан и молим Господа нашего Иисуса Христа явить милость в день своего Второго Пришествия. В поминальную субботу в храме совершается заупокойная Божественная Литургия. Все православные христиане стремятся посетить храмы Божии, чтобы поминанием церковным почтить память своих умерших близких, родных и друзей. Каждый верующий человек знает, что нет большего проявления любви к своему усопшему родственнику, чем молитва за него, особенно молитва церковная за Божественной Литургией. В храм прихожане приносят поминальное колево, которое имеет символический смысл. Зерно, чтобы образовать колос и дать плод, должно быть положено в землю и там истлеть. Так и тело умершего должно быть предано земле и испытать истление, чтобы потом восстать для жизни вечной. Мы готовим поминальную трапезу, вспоминая слова Спасителя. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Зерном можно назвать наших сродников усопших, а плод их в нас, в нашей памяти о них, в наших делах, совершаемых благодаря их прошедшей жизни. В этот день мы молимся обо всех отвекопочивших православных христианах, отцах и братьях наших и просим о упокоении их в селениях праведных. Также 6 марта церковь совершает празднование Козельщанской иконы Божией Матери. Эта икона Пресвятой Богородицы была написана в Италии и привезена в Россию одной из фрейлин императрицы Елизаветы Петровны. Владелица иконы вышла замуж за писаря Запорожского войска и переехала в Украину. Так в XIX веке образ перешел в наследство графскому роду капнистов и стал их семейной святыней. Жили они в селе Козельщина Полтавской губернии. К тому времени икона уже была известна как чудотворная. По преданию она особенно помогала девушкам, просившим Божию Матерь о семейном счастье. Христианки молили о помощи Пресвятую Богородицу и протирали ризу на иконе. По молитвам Пречистой Девы Марии девушки удачно выходили замуж и вскоре рожали первенцев. Народное почитание образ получил после чудесного случая. В семье графа капниста сильно заболела дочь, она не могла ходить от боли в ногах. Лучшие врачи пытались помочь девочке, ставили металлические упорки, туго бинтовали ноги. Но выздоровление не наступало. Родители показывали дочь опытным профессорам, возили лечиться на Кавказ. Но все старания были бесполезны. Девочке становилось все хуже, ноги полностью отказали, она перестала чувствовать руки и болезнь начала поражать позвоночник. Родители и больная дочь уже отчаялись, но неожиданно появилась возможность обратиться к заграничному профессору. За день до выезда мать попросила дочку. Маша, мы завтра едем в Москву. Возьми образ Божией Матери, почисть Ризу и покрепче помолись перед нашей заступницей. Просей, пусть поможет нам благополучно совершить путь и излечить твою болезнь. Девочка, потеряв надежду на земных врачей, всю веру возложила на Бога и вверила в свою судьбу небесной помощи. Прижав к груди святую икону, девочка протерла ее и всю скорбь и отчаяние души излила перед ликом Богородицы. Молитва больной была услышана. Она сразу почувствовала силу в руках и ногах, сорвала металлические упорки и стала свободно ходить по комнате, продолжая благоговейно держать в руках образ Божией Матери. Мать пригласила в дом приходского священника и перед образом был совершен благодарственный молебен. Радостное событие сделалось скоро известным в окрестных селах. Мать поехала в Москву со здоровой дочерью и взяла с собой чудотворную икону. В столице новость об исцелении быстро распространилась и народ стал стекаться к козельчанской иконе Божией Матери. По молитвам к Богородице приходившие получали исцеление. Когда семья возвратилась домой в Козельщину, народ собрался, чтобы встретить образ и помолиться перед ним. От большого наплыва людей хранить далее чудотворный образ в доме стало невозможно, поэтому икона была перенесена в часовню. Каждый день с раннего утра не умолкало перед образом молебное пение и чтение акафистов. В 1882 году на месте часовни был построен храм, который через 10 лет преобразовался в женский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В настоящее время козельчанская икона Божией Матери находится в Красногорском Покровском женском монастыре Киевской епархии. Паломники со всей страны стекаются к чудотворному образу, чтобы получить исцеление от недугов телесных и душевных. Воскресенье, 7 марта, третья неделя, которая готовит христиан к Великому посту. Она посвящена Страшному суду. В Священном Писании мы читаем, что когда наступят последние времена, все люди, жившие на земле, воскреснут и предстанут перед судом Сына Божия. На богослужении в этот день церковь напоминает каждому православному христианину о важности покаяния и делах милосердия. В Евангелии от Матфея мы читаем, «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы и отделит один от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Господь разделяет праведников от грешников, и для первых Он приготовил Своё Царство и жизнь вечную, а для вторых – огонь и муки. Иисус Христос говорит праведникам, «Алкал Я, и вы дали Мне есть, жаждал, и вы напоили Меня, был странником, и вы приняли Меня, был нах, и вы одели Меня, был болен, и вы посетили Меня, в темнице был, и вы пришли ко Мне». В Евангелии Господь указывает нам на то, как важно творить дела милосердия, по ним будет оправдан человек или осужден. В своей проповеди наместник Святогорской лавры митрополит Арсений говорит, «В сегодняшний день Господь призывает нас словами спасения. Не забываем тех страшных слов, которые отверженным грешникам сказал Господь. Будем воодушевляться словами, которые Господь говорил тем, кто справа. Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство Небесное, уготованное Вам». Уготованное Вам, подумайте, ни одному, второму, третьему. Всем нам уготовано Небесное Царство. Только мы должны к этому царству устремиться, стараясь жить так, чтобы угодить Богу, и чтобы пребывать с Ним в блаженной, нескончаемой вечности, со всеми святыми, от века Богу угодившими. Неделю о Страшном Суде называют мясопустной, так как в этот день устав предписывает заговенье на мясо, то есть в это воскресенье последний раз перед Великим Постом разрешается вкушение мясной пищи. Пусть Великий Пост, который мы с вами будем проходить, пойдет нам во спасение души и укрепление в вере. Подписывайтесь на YouTube канал Святогорской Лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Святоуспенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok